Продолжение следует... 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 А-а-а-а! А-а-а! Я вижу, как бар превращается в кладбище, ведь МЦ похоронил в здании, а я настолько здесь андердог, что меня пригласили сниматься с Паниным. Я словно попал в хоспис, меня ничего уже не спасет, но я как мажор на аттракционах, братан, я сегодня пойду на все. А-а-а! 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 Твой дядя попал во фронт-зону, когда случайно попал в твой ротик. Твой член не папин бродяга, но судя по запаху он бродит. А-а-а! А-а-а! Серьезно, Бог, сколько можно эту хуйню нести? Ты так много и часто сосешь хуи, что пьешь только миром истин. Ты постоянно о чем-то думаешь, поэтому с виду так сильно состарился, а твоя больная мамаша, как прическа сына, она никогда не поправится. А-а-а! Ты говорил, что любишь искать скрытые смыслы в словах. Сережа, я правда не хочу с тобой ссориться. Просто тогда твоя жопа как дверь, и теперь, Шерлок, пора приступать к поискам. Но тут долго голову ломать не надо, ведь когда тебя трахает вся семья, у них только два варианта, чтобы кончить с тобой, вовнутрь или на себя. И хоть мы с тобой друзья, пох, у нас с тобой не будет мира. Я нахуярю тебе тут жестче, чем из Лагорна давал Ферамиру. Это мира со слова Москва, да мы баттлим без лишних слов. Этот баттл не медкомиссия, но здесь ты разденешься до трусов. Браво! Рейтбок! Я все справа, второй раунд, поехали. Знаете, с чем рифмуется Райтраун? Умственно отсталый. И да, я опять умничаю, приходится, чувак. Ведь это не шутка на раунд, это просто жуткая правда. Ты реально тупой, Райте, если честно. В таком вот жанре ты мне не читал. Ты такой недоумок, что даже не ожидал, что я буду про это читать. Но нет, я терпеть не могу с колобых, а для тебя каждый баттл экзамен. Когда в школе ты слышал тупой угол, ты думал, что тебя наказали. Ограниченный, недалекий, вы знаете точно типа такого людей. Он посреди разговоров клинится в спор, где его слышать никто не хотел. И по-любому расскажет вам свое мнение, даже если не знает о чем. Ты думал, попал в сказку, но ты не царь баттла, Селиванушка, дурачок. Так что не жди в финале половину царства, тот бессмертный парень. Не лезь мне в яйца, сюжет всем ясен. Не лезь мне в бошку, найти дорогу к твоей толстой телке в постели можно по хлебным крошкам. Нас смотрят дети, и похуй, если не каждый меня поймет, я делаю эти отсылки к сказкам, ведь ты сказочный долбоёб. И сегодня я тут, чтобы выбить всю дурь, которой ты нафарширован. На твою могилку я бы кинул цветы для Элджернона, кичливый уёбок. И ты ведь серьёзно думал, что я буду ставить тебе какие-то рамки, запрещать читать про родных? Чувак, да даже за подобные мысли я сразу ебашу подых. Шутка, шутка, шутка. Шутка, шутка, шутка. Я не монтёр, я не монтёр. Чтоб вы понимали, расскажу, в чём в общем замес. Однажды Райтраун в одной из бесед рассказывал людям, что он инженер слаботочных систем. У него спросили, чувак, а можно простым языком расскажи, что ты делаешь? Ну, типа, провода там, да? Ты же монтёр? И у Артёма случился эпичный ботхёрд. Он разозлился, пиздец. Я не монтёр, я инженер, я не монтёр, я инженер. Это почти то же самое, но немножко другое. Вы тупые пиздец. Сука, Райтраун, всем похуй какой ты профессии. Смешно не то, что ты монтёр, смешно то, что ты бесишься. Ведь чего тут стыдиться? Простая работка. Ты же не сорокалетний алкаш, завсегда ты из завода. Но почему ты каждый раз теряешь трезвость рассудка, когда при тебе упоминают про водку? Это не камень. Это не камень в чей-то огород. Нет, наоборот, всем монтёрам респект. Только вот, кроме тех, кто стесняется этого и выдаёт себя за инженеров слаботочных систем. И даже, даже если в трудовой написали, что ты инженер. У меня есть знакомая уборщица, она клининг-эксперт. А ты, шумишком, обиженный чел, что считает важным казаться престижнее всех. Монтёр, но на космодроме. Это как уборщица в белом доме. Сука, ты, блядь, ты здесь расходный материал. Внутри пустое, не пытайся даже ничего построить из себя. Ходячая попытка набить себе цену. С развитием среднего школьника твой потолок проходить Сириус Сэма. Это, надеюсь, все поняли. Ведь по тебе это правда заметно. От повадок до текстов, от стайла в одежде до этого манерного голоса. Посмотри на себя, ты выглядишь так, будто ты номинант на премию Оскара. Сука, ты видел вообще свою бороду? Ты как это сделал так ровненько? Сука, блядь. Теперь моя щетинка стесняется. Я вижу вот это и боюсь даже представить, как чётко ты побрил свою задницу. Это правда, просто божественно, Райти. Ты, наверное, времени много на это потратил. Вот только все твои панчи по-прежнему каллы. Таких способов их тебе не приукрасить. Хотя, знаешь, наверное, кто-то ведётся. И твои шутки кому-то срывают. Крышняк! Я видел комменты там, полный пиздос. Какие текстовики! Да здравствует малышня! И такие, как ты, у них в приоритете, ахули. Зачем он там ПМ? Сильный батлер тут лишний. Пусть шутит райт раунд. Ведь, чтобы дети заткнулись, им снова нужна очередная пустышка. Раунд! Мы только прошли отбор. А Серёжа пиздец, селеба. Но не водрочат во всех комментах. Он самый клёвый во всей вселенной. Похоронил, берёт умными схемами, рифмами и подачей, блядь. Но забудь о том, что они говорили, ведь со мной ты берёшь только защику. Я не знаю, куда ты метишь, но все дороги идут на дно. Ты без схем далеко не уедешь, словно впервые зашёл в метро. И мне даже насрать, чувак, ты согласен со мной сейчас или нет, но я как патолога-анатом, ведь я хочу покопаться в этой хуйне. Вспомним слово Москва. Полуфинал. И как я чуть нахуй не умер со смеха там. Ты настолько ебанулся со своим интеллектом, что решил сделать схему по Чехову. И ты был дико доволен, но в своей голове ты был явно пиздец как крут. А я не твой дедуля с бутылочкой, но я предлагаю тебе игру. Я спал и видел, как ты отказался и нахуй меня послал там. Объявил бойкот, ты ушёл, и мне пришлось поиграть с Плантом. Ведь, как оказалось, лучше него претендентов-то больше и нету. Но раз ты всё-таки здесь, тогда первые вопросы, четыре варианта ответа. В каком году... Блядь, нет, это хуйня какая-то. Пиздец. Вот так-то лучше уже, блядь, нахуй. Итак, назови имя работника пьесы Антона Павловича Чехова, дядя Ваня. Варианты ответов. Вариант А. Фёдор. Вариант Б. Борис. Вариант С. Игнат. И вариант Д. Афоня. Хотя похуй, Серёжа, ну вырубай нахуй уже. Серёжа, ты можешь раздумать, что мы тут все на ёбсики левые. И тут ты окажешься прав, ведь правильного варианта там вовсе и не было. Ты пытаешься всем все доказать, но сегодня ясно одно, что мы члены, твой род, неплохой дуэт имени, сам понимаешь, кого. Тебе отдадут сегодня все голоса, и для них это будет праздником. Ведь я делаю шутки про члены говно, потому что я недоразвитый. Я не делаю схемы по Чехову, просто я знаю, блядь, своё место. Я хочу, чтобы они смеялись, а всё остальное мне неинтересно. Время кормил нас хуями, но сегодня хуёв ты наелся сам. Это видео выйдет с названием «Разоблачение эпоха на Версусе». Ты кидал нам песок в глаза, но я смог разглядеть мудака, ведь когда ты делаешь схемы с Гуглом, ты не умнее, блядь, Вити Ака. Раунд! Спасибо, ребята. Третий раунд, ты все справа. Я вот сейчас слушал твои раунды и понял одну вещь. Райтраунд, ты практически мой прошлый оппонент. Сын проститутки, но который уж немного повзрослел. Вот, например, ты тоже часто забывал свой текст, но всё же опыта набрался, Залил гелем свою чёлку, чтобы больше не чесаться. Примоднился, зазвездился, разбавил шутки про семью попытками меня уязвить. Но всё равно до сих пор твой текст такой же набор бессвязной хуйни. Но в своих глазах, конечно, ты гроза МС, мастер ритм, всегда готовый накидать двойных. Еблан, очнись. В своём прошлом баттле ты срифмовал остров Пасхи и рот пидораски. Тебе не кажется это слово немного тупорыльским? Или странноватовским, блядь? Когда я слышу такие вот неологизмы, хочется сунуть вам в жопу ваш новаторский взгляд. Кстати, Райтраунд, зачем ты каждый раз подходишь так близко после каждой ударной строки? Это же пиздец как нелепо выглядит, Райте. Открой видосы и сам посмотри. Ты начинаешь читать, потихоньку крадёшься. Потихоньку крадёшься, пытаешься что-то сказать. Потом строишь серьёзную рожу. Панчлайн! И сразу отходишь на ослабь. Думаешь, знаешь что, идиот, лучше просто иди нахуй. Ты что, прочитал статью, как придумать панчлайн за три шага? Или баттл для тебя своего рода спорт, и ты так качаешься за подходом, подход? Да нет, дело в том, что он думает, что вместе с ним хоть одна его строчка зайдёт. И даже если зайдёт, то однозначно не мне. Твой юмор даже не чёрный, он просто испачкан в дерьме. Ты думал, сегодня я буду защищать баттл-рэп от стендаперов здесь? Райтраунд, прошу, не ври хотя бы себе. Как там? Ну какой из тебя стендап, чувак? Здесь мог бы быть баттл подходов, он уже стал классикой. Но тебе ведь так далеко до стендап-мастера. Ты неудавшийся комик, называй себя правильно. Чушка, ты в войсках Ларина, и вы лезете за успехом Хавана и Лопатина в баттлы. Ну хватит, не надо, отправляйтесь обратно. Ты не умеешь шутить, ебашу Райти по фактам. Какой стендап? Ты не прошёл кастинг на Камеди Баттл. Трус-стори, чуваки. Ты не почувствуешь нашу любовь, ты неудачник. Ты неудачник, лузер. То, что ты оказался тут, тоже плохая шутка и случайность. Хули, давай ещё шесть раз про пики и хуи, мы все смеяться будем. Прекрасный юмор, куда же сесть? Загадка супер, но на твоём бы месте я бы выбирал 12 стульев. И ты так рад был, узнаю, что тебя взяли сюда. Но, чувак, в чём прикол? Тебя брали всегда, брали как тёлку и словом ебали в пердак, признавайся. Тебе такое нравится, да? Сразу вспрывает в голове мои сравнения. Послушай, ты как шлюха, что довольна повышением по службе. Тебя драли на слово, но это мало кто видел. Теперь посмотрит миллион, ура, ты стала элитной. И вне рамок турнира я б тебя даже побрезговал трогать. Велика вероятность заразиться инфекцией, лоха, подцепить пацифизм и стать таким же вялым, пассивным. А групповой этап, как защита, до финала тянем резину. И твоя ситуация в целом прискорбна, Артём. Мне кажется, ты уже сам устал. Который год туда-сюда ты писал текста, прыгал с хуя на хуй, как кочевник. Я не пойму, такие суки сюда прутся зачем. Ведь сами заранее знаете, конец будет плачевным. Попасть хотя бы в группу и хватит, это ваш пункт назначения. Йоу. Я-я-я. Ведь в четыре батла можно добиться хайпа, и Саньку его не жалко совсем. Он тебе выдал шанс, но если ты не знал, от тебя ждут отдачи взамен. Но они ждут напрасно. Ты не вывозишь бартер, не сделаешь себе ни имени, ни клёвых батлов. Ты далеко не Тайлер, но тоже ходячий парадокс. Забавно. Ты никому нахуй не сдался, но ты всё же сдался. Сдался заранее. Да, ты не веришь в себя, трусливый маленький мальчик. Ты здесь для питья. Говорят, важно участие, а не победа. Но я уверен, здесь и сейчас всё это хуйня. Утешение для слабых, для духом раньше времени павших. Того, кто выиграть не хочет, неинтересно ебашить. Неинтересно смотреть на аморфное чучело, что пишет текст за два дня. И хорошо, если учат свои говёные шутки, и хилы, и пунчи. Тебе всё до пизды, за это пизды и получишь. И всё будет так, как ты хотел. Ты получишь хайп, и все будут знать, что ты уебан. Ты мне не друг, не враг. Просто попутчик на моей дороге, что ведёт меня к верхушке. Да, я не запрыгнул на хайп-трейн, но я дойду и сам. Пускай в конце меня там ждёт огромный купол. И я предпочитаю попытаться, чем как ты, стоять внизу, боясь себя признаться в том, что нас в итоге всех опустят в грязь. И терять, в общем-то, здесь нечего. Кроме людей, времени. Я завёл про твой конец речи, стало грустней некуда. Я уже вижу, как ты ложишься в постель вечером, и снится тебе не рок от космодрома, не эта ледяная синева. Тебе снятся три предстоящих проёба, и то, как ты покидаешь фреш-блад. Раунд! Ты говорил, что у тебя на отборе был хуёвый соперник? Типа парень не вылез из детства. Скажи об этом ещё, умоляю, братан, мне пиздец интересно. Тебе было так за него стыдно, что хотелось обратно на трон слинять? А я перестал покупать сиги, ведь меня научили, как про, стрелять. И, кстати, в этом видео я буду самим собой. Я вряд ли буду кривляться. Ведь всё это время меня ни за что просто так поливали грязью. Они писали, что я самый слабый, и когда на ФБ раздавали места, меня взяли, но только с условием, что каждый здесь может меня обоссать. Но до меня дошли слухи, что ты даёшь в жопу за клёвые панчи. Но я им не верю, кто бы там что ни пиздел. Ведь я смотрел твои батлы и понял, что ты никогда не ебался ни с кем. Я пиздец, как боюсь бродячих собак, и смотрю сейчас страхом в лицо. У вас зимой отключили воду, а пизда твоей мамы запахла весной. В тебе было что-то живое, только когда ты сожрал глиста. Ты не судишь чемпионат по борьбе, но возносишь мохнатку на пьедестал. И ты сейчас думаешь, что он несёт, умоляю, пиздец, хватит. Но твой член никогда не встанет на мать, потому что он весь в батю. Я батлился столько раз, что меня ничего, блядь, уже не тронет. Твоя жопа не Тарантино, но с каждым разом всё больше крови. А я заранее знал, что пройду в лигу и ходил с ебальником важненьким. Ведь я на отборе сразу нашёл твою мать у себя в багажнике. Ты считаешь себя гениальным, но твои панчи пиздец никчёмные. Ты так сильно болеешь за Нави, что у тебя даже зубы все жёлто-чёрные. А, и ты дрочишь на хайп сильнее нас всех, чтобы ты там не впаривал. Ведь ты хотел отказаться от Персуса, чтобы каждый тебя уговаривал. Ты шёл на отбор уже фаворитом. До этого было всё гладко и ровно. Ты выиграл Москву у Букера и уже успел получить респект от Мирона. Но вместо того, чтобы прийти сюда и всем хуём поводить по дёснам, ты начал считать, что такому как ты не сладенько тут придётся. Ты начал придумывать какие-то факты, чтобы хоть как-то смешить ребят. У пацана ник сын проститутки, блядь, он сделал всё за тебя. Ты хотел сделать жирных панчей, но жир оказался только подкожным, блядь. Ты настолько скучный, что не можешь принять никнейм оппонента как должное. Сын проститутки, быть может это, какая, блядь, нахуй аллюзия. Я смотрю твои батлы на слово Серёжа и без остановки орусь тебя. Я МЦ похоронил, копаю поглубже, смотрите на мой запал. Но если применить это правило к тебе, то ты никого, блядь, не закопал. Нам никак не обойтись без гандонов. И вот тут я снова орал в голос. Ведь единственный гандон 1703, твоя ротовая полость. Не называй других долбоёбами, когда по факту ты долбоёб сам. Ведь твой рот можно напялить на члена, если жёстко ебать, то порвётся. И чтоб подвести итог, батл — это как следует спорить о вкусах. И я умею играть в твою игру, а в моей-то ебаный мусор. И чтоб надавать по твоей пылающей сраке, надо просто идти на свет. Твоя мама не звукорежиссёр, но может поебаться из-за респект. Раунд! Ну, охладели оба, конечно, к третьему, но заебатенько. Так, судьи, судьи, начнём. Давай, Лёха Хромова, давай с тебя сразу. Окей, блядь, охуенный батл по сравнению с прошлыми. И тут было, тут сложнее, но мне понравилось и больше похоронил, потому что здесь тоже было хорошо, но больше шуток. Хочется и шуток, и технично. Шуток недоучил, да, ещё к тому. Ну, чуть-чуть, да, пообеденько, да. Я присоединяюсь к предыдущему оратору. Пивка? Нет, нет. Нет, я к тому, что это реально сильный батл ради такого, и понимаешь, насколько круто приходить и судить всё это. Молодцы, ребят, спасибо огромное. Ну, как говорится, внесём интригу, но и мне действительно больше по... Внесём интригу, да, внесём интригу, и действительно мне больше понравился... Дай троп! Доверите ему голос? Юр, ну я вот... Ну я вот... Мне наоборот как раз вот шутки, юмористическая часть больше понравились у МС слева, но в целом, если судить именно по подаче, по агрессии какой-то, по предъявам, то я всё-таки, наверное, склонюсь МС справа с небольшим перевесом, с самым минимальным МС справа. Это был вершин Спрэш Блад, победил, МС похоронил! Сами, я тебя заметил! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...